День знаний дети украинских беженцев в этом году вынуждены встречать в чужой стране. Вместе с родителями они бежали от войны, взяв с собой только самое необходимое. В этот список не вошли школьные принадлежности. Чтобы маленькие украинцы смогли учиться, как все, телеканал РЕН-ТВ Саратов и информагентство Страна Советов в рамках акции «Рука помощи» объявили сбор необходимых для школ и вещей. Откликнулись многие. Подробности в нашем следующем материале. В коробках все самое необходимое, говорят сотрудники магазина «Инмарт». Тетради, альбомы для рисования, канцелярские товары. Все это для школьников, приехавших с родителями из Украины. Бежав из родных городов, они не взяли ничего. Наши сотрудники и покупатели нашего магазина считают своим долгом помочь детям, школьникам. Собрав самые необходимые школьные принадлежности, тетради, альбомы, цветная бумага, клей, ручки, карандаши. И тем самым они проявили заботу о тех, кто сейчас в этом нуждается. Будем рады, если это им пригодится и понравится. Отдельное спасибо хочется сказать нашим покупателям, которые не остались в стороне. Акция телеканала РЕН-ТВ «Саратов» и информационного агентства Страна Советов «Рука помощи» не оставила равнодушных среди крупных магазинов. Детский мир уже проводил на своей площадке сбор концтоваров и игрушек для детей, попавших в сложную ситуацию. Узнав об акции, решили, что это как раз тот самый случай. Я увидела бегущую строку на канале РЕН-ТВ и тоже решила обратиться, предложить нашу помощь, забрать детям, которым это нужно. Тетради, пеналы, карандаши, пластилин. Какое-то количество игрушек там тоже есть, чтобы детям было поприятнее, чтобы были не только то, что нужно, но и то, что хочется. Десятки коробок и упаковок с тетрадями, ручками и карандашами на нескольких автомобилях доставили в Центр реабилитации и поддержки детей. Вот ради, ради, здесь еще что? Дневники. Дневники. Все, что нужно. Детям. Да, вот яркие, главное. Да, мышцы для мамы. Это все, что надо. Ценный груз организаторы и участники акции передали в руки сотрудников учреждения. Они распределят все среди украинских школьников, которые сейчас находятся в Саратовской области. Нам очень помогли наши партнеры. Это компания «Инмарт», которая предоставила целый автомобиль со школьными принадлежностями. А также универмаг «Детский мир», тот, который находится в торговом комплексе «Форум». А также еще одна дружественная нам компания, которая тоже предоставила машину для доставки всего необходимого детям, которые приехали к нам с Украины. Наша акция продолжается, и мы ждем отклика от других компаний, от других лиц, которые помогут детям с Украины достойно встретить новый учебный год. В рамках акции «Рука помощь» организаторы уже вручили украинским детям рюкзаки, которые также собрали неравнодушные саратовцы. Вот что у меня, глянь. Мама с ней проверяла. Глянь, какие тетрадочки. 1 сентября в школы Саратовской области пошли 435 детей украинских беженцев. Однако эта цифра не окончательная. Поток вынужденных переселенцев не прекращается, а значит любая помощь еще долго будет востребована.